Организаторы лотереи на железной дороге признали банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы. В 2015 году с компанией взыскали 41 миллион рублей за должности по договору займа. Но балансовая стоимость имущества и активов предприятия не позволяет рассчитаться с кредиторами. А мы решили узнать, кто из сибиряков все же стал миллионером, благодаря розыгрышам, которые проводят российские лотереи. О самых крупных победах расскажет Тахминат Энысов. Больше всех в России повезло жителю Новосибирска. В прошлом году 47-летний врач выиграл 358 миллионов рублей. Причем о своей победе он узнал не сразу. Вовремя проверить счастливый билет он забыл. А вспомнил о ставке только по дороге на работу. Когда услышал по радио, что именно житель Новосибирска стал обладателем баснословного выигрыша. Двумя годами ранее и в половину меньше, но тем не менее многомиллионный приз получил Амич. В 2014 году сотрудник одной из омских строительных компаний выиграл 184 миллиона рублей. Вполне можно понять шоковое состояние новоявленного миллионера. По словам 48-летнего мужчины, после того, как он узнал о выигрыше, трое суток не выходил из дома. Не спешила делиться своей радостью и домохозяйка из Томска. Правда, ее выигрыш исчислялся не сотнями миллионов, а несколькими. Но и в такую сюрприз женщина долго не верила. Несколько раз сравнила цифры в своем билете с выигрышной комбинацией. В 2012 году Томичка стала обладательницей 4,5 миллионов рублей. Общаться с журналистами домохозяйка отказалась, побоявшись стать жертвой мошенников. А через два года, но уже кемеровский студент стал обладателем нескольких миллионов. И все благодаря товарищу. Кузбассовец поехал к нему в гости и по пути купил лотерею. Счастливый билет в зависимости от количества совпадений чисел сулил минимальный выигрыш всего в размере 140 рублей. Студенту невероятно повезло. Он выиграл самый крупный денежный пресс-лотереи, а именно 3 миллиона 400 тысяч рублей.